Сегодня история подписчицы, давайте я прочитаю. И женщина ждет ваших советов. Здравствуйте, помогите разобраться в моей ситуации с турецким мужчиной. Смотрю, у вас уже два года, мне очень нравятся ваши советы, ваша речь, ваш взгляд на проблемы наших девочек. Мои мысли часто совпадают с вашими. Вы большая молодец, удачи вам на вашем канале. Я очень много взяла себе на вооружение, уже применила полученные от вознания к своему турецкому мужчине, и это все сработало. Теперь расскажу свою историю. Мы, люди уже не молодые, мне 43, а ему 45, познакомились в отеле, где я отдыхала в Турции. Я на тот момент была в разводе с мужем, но не официально, мы просто разошлись по-хорошему. Поэтому я встретила нового мужчину и впустила его в свою жизнь, но не сразу. После знакомств мы долго общались в WhatsApp, и через 4 месяца общения я решила приехать к нему в гости. Он очень звал. На мой вопрос, женат ли он, он обманывать не стал, и сразу сказал, что да. Я была не против, так как сама официально еще была замужем, не разведена, развода не было. Также он сразу рассказал себе о своем происхождении, что он человек небогатый, но и небедный. У него 4-этажный дом, 3 этажа в аренде, а на 4 этаже живет он со своей семьей, плюс работает еще в отеле. Кто оплатит мои билеты в Турцию, мы договорились совместно. То есть, если билет стоит до Анталии 320 долларов, то он высылает 250, остальное я доплачивала. Потом он мне их отдавал. Но в принципе получилось, что все оплачивал он. Он снимал квартиру, оплачивал все питание, мои желания. То есть, я не тратила ничего. Приглашал в ресторан, дарил подарки, нам было все хорошо вместе. О том, что я замужем, но не живу с мужем, он знал. Я ни о чем не скрывала. Я также ему все о себе рассказывала. И вот наша дружба продлилась 2 года. Мы договорились, что будем вот так периодически 3-4 раза в год встречаться. Нам хорошо вместе, больше нам и не надо. Но недавно мой муж вернулся ко мне, так как у нас общий сын. И мы решили, что будем проживать снова вместе. Я сообщила об этом своему турецкому мужчине. Он принял это сначала нормально, но потом стал очень назойлив. Он постоянно звонил, звонил, писал. При этом он не только пишет, но и в приказном тоне приказывает. Я хочу тебя видеть. Возьми видеозвонок, ответь срочно. Я пишу, что я не могу сейчас. Я с мужем или сыном вместе. Он опять настойчиво мне пишет. Я хочу, чтобы ты мне прямо сейчас ответила по видеосвязи. Дошло до того, что он стал меня шантажировать. Если ты меня забудешь, я убью себя. Если я убью себя, ты будешь моей мученицей. Я не могу без тебя жить. И пожалуйста, не забудь про меня. И так далее. При всем при этом он женат. Я не думала, что будут такие проблемы. Вы скажите мне, пожалуйста, это просто какая-то ревность или это уже психическое отклонение у человека? Может быть, есть какие-то подобные ситуации у кого-то из подписчиц. И как мне общаться с ним после таких угроз? И они постоянно в течение дня. И за дня в день. Я уже стала бояться. Вдруг у него действительно психически какая-то нестабильная ситуация. И хорошо, что раскрылась она, конечно, именно сейчас. Хочу услышать ваше мнение. Заранее спасибо. Тут еще дальше были приписки к письму. Даже были скрины Шантажаеву. Забыла написать, что я его люблю. Очень люблю. И он меня тоже любит, как он говорит. И сказала, что с возвращением мужа в наших отношениях ничего не изменится. Мы как встречались, так и будем продолжать. То есть в ваших отношениях ничего не изменится. Еще он мне предлагал приезжать в Турцию, жить с ним. Сказал, что разведется, разводиться в Турцию очень трудно. Но он попробует. Но я не согласилась, так как у меня в России хорошая работа. Я работаю преподавателем в УЗИ. Квартира, машина полностью. Жизнь моя налажена. Мне нет смысла все терять. И ехать на съемную квартиру без работы. Чем у него были вызваны мысли о суициде, я вообще не понимаю. Еще хочу добавить, что за два года наших встреч и проживания с ним, я не замечала ничего подобного в общении с ним. Он всегда был ласков со мной, заботлив и внимательный. Меня называл всегда Ашким, солнышко мое и так далее. Он мог запросто сделать мне сюрприз, приготовить завтрак и так далее. Он научал меня говорить на турецком языке. Я готовила ему удовольствием. Он был доволен мной, как хозяйка. У нас всегда все было хорошо. Он был удивлен, что у меня всегда порядок дома. И все такое прочее. С мужем моим мы не сошлись, как муж и жена. У нас общая квартира. Мой муж имеет право в ней проживать. У него не заладились отношения. И он вернулся просто на свои квадратные метры. То есть отношений между нами, как мужчиной и женщиной, нет. Мой турецкий мужчина тоже об этом знает. Я ему неоднократно это говорила. По поводу серьезных отношений вы правы. Я немножко побаиваюсь. Я смотрела ваши видео о разводах в Турции, информация. В общем, дальше такое. Так, что скажу? Я всегда, скажем так, осуждаю. Я считаю неправильно заводить отношения с женатыми, там, замужними. Вся эта история. Надо разводиться. Потому что, знаете почему? Я какая-то моралистка. Просто с точки зрения здоровой психики человек никогда не позволит ставить себя на второе место. Если ты узнаешь, что человек, которого ты любишь, начались в отношения, он занят. Ты просто говоришь ему, дружок, встретимся, когда ты будешь свободен. Нормальный человек без невроза, с здоровой психикой, он не пойдет на вторых ролях играть. Не так критично я отношусь к таким историям, когда вот 45, 50, 55, 60 лет старше. Потому что это определенный пласт времени прошел. Это не молодые ребята, которые могут легко поменять свою жизнь. Это уже закостенелые, укоренелые какие-то устои в жизни. Это финансовые, как правило, какие-то моменты. Дележка, бытовое имущество, дети, взрослые, ответственность, вся вот эта история или совместный бизнес, все прочее. Это уже труднее менять. Возрастом 35 до 40 еще более-менее можно, да? Но все, что старше, 45, 50 и старше, это уже трудно менять. Поэтому, для кого не секрет, очень многие наши папы, мамы в возрасте, я имею в виду, кто уже не молоденький, они заводят себе всяких любовников, отношения. Я не говорю, что 45, не надо мне, если у кого возраст больная тема, у меня вырывают слова из контекста, и типа я сейчас обозвала всех, кто 45, типа 45 плюс. Вообще про более старшее поколение, да, говорю, 50-60 лет и так далее. Очень многих есть всякие любовники, любовницы. Откуда я знаю, потому что я с мамой, скажем так, подружка в дружеских отношениях. Я знаю много вот этой кухни, ее подруг, как там они общаются, как многие живут в отношениях, каких все прочих, про отношения возрастных категорий. Очень многие просто существуют рядом с мужем и женой. На самом деле у всех любовники, любовницы, кто-то уходит пожить в другую семью, просто детям это не рассказывается. И в нашем обществе, именно в России, это более-менее очень часто. Кто-то молчит об этом, кто-то нет. Поэтому я вот этим интрижкам, отношениям любовным в браке, в возрасте, кто постарше, но отношусь более-менее с пониманием, вот что я хочу сказать, что есть определенные обусловленные моменты, которые трудно преодолеть людям, кто постарше. Потому что ломать тоже жизнь, которую ты строил, экономически, финансово, дети, карьеры и все прочее, извините, в 50-60 лет заново ты не начнешь, это уже пенсионный возраст начинается, и наоборот надо успокаиваться. Как в письме было написано, что мы не сошлись, мы не живем вместе, как бы мы проживаем на 1 квадратных метрах, но отношения мужчины и женщины между нами нет. Вот это я понимаю, да, такое может быть, потому что все это просто делите, каждый останется без всего. Порой проще его так, и люди это признают, это как бы, скажем так, нормально, когда это без рожды, без эмоций вот этих переживаний, слез, я это принимаю. И не говорю, что это правильно, но я хотя бы просто это принимаю, даю этому шанс. И далее, по поводу вот этой всей истории. Мужчина, сразу у меня вопрос был, да, как с ним общаться после этой угрозы суицида и всей прочей истории, я вам так скажу, вам общаться с этим мужчиной больше не надо, он себя показал, это шантаж, манипуляция вами из-за его ревности, он собственник. Но вы понимаете, он хочет усидеть на двух, у вас очень правильно два года, почему все хорошо было? Потому что у вас складывались правильные отношения, никто разводиться не хочет, вы любовники, встречаетесь, вы приятно проводите время. Никто не хочет ни замуж, ничего. И вы, кстати, вы нашли друг друга, потому что никто не хочет разводиться, вступать в серьезные отношения. Вы хотите легких отношений, курортного флифта, роман, но с проверенным человеком, вот как вы уже несколько лет вместе, два года были. Просто так же вы могли найти такого же, скажем так, любовника, и у себя в стране, короче говоря, да, только не за границей, то же самое бы было. Вы не настроены на совместный брак, проживание, там, совместное и все прочее. Это понятно, вы говорите, у меня хорошая жизнь, налаженная квартира, машина, вся история. Это все понятно. Но просто пришло время того, что любовник показал себя, он не хочет вас ни с кем делить, он собственник, при этом сам сидит на двух стульях, хочет усидеть, и с женой он разводиться не хочет, и вас как бы быть только, чтобы, скажем так, у него есть сомнения насчет того, что будут ли у вас с мужем какие-то тесные интимные отношения, он просто тупо ревнует. И вот это его эго все перекрывает, поэтому он пытается вами манипулировать, применять, типа, угрозы даже своего, я на себя руки наложу и вся прочая история, только чтобы ты с мужем не была. Ну, понимаете, это, во-первых, эгоизм, это собственничество, вы ему ничем не обязаны, он живет за тысячи километров от вас. И вы можете, знаете, я вот честно скажу, не надо бояться его потерять, потому что, по сути, он вам никем не является. Он любовник. Вот сегодня с ним хорошо, приятно, приятно, если смс-ки пишут, подарки дают, и спасибо на этом, оплачивают билеты, и замечательно, больше с него и не надо. Это его функция, вы поймите. Но вы к нему относитесь, как будто он вам функцию мужа какого-то, да, собственность вот этого предлагает, он у вас за это наезжает и дает. Хотя вы мне все написали, я замуж, не хочу серьезных отношений, не хочу, хочу жить для себя и кайфовать. Он вам этот кайф перекрывает. Вы же на него не наезжаете, что он живет, спит со своей женой, даже если вам говорит, что он с ней не спит, да спит он со своей женой. Раз в 10 лет, но все равно. Она думает, что у них нормальная семья, она не знает, что у него есть там любовница, вся прочая история. Это же не как у вас с мужем, что вы разошлись, муж куда-то сходил, пожил, не понравилось, вернулся на квадратные метры, а она-то с ним живет на одних квадратных метрах, и она думает, его жена в Турции, турчанах, что у них нормальная семья. Он все это втихаря от нее мутит. А вы более честно были, вы говорили, по сути, с мужем вы, да, юридически вы как бы муж и жена, но вас больше ничего не связывает, кроме имущественных каких-то вопросов, вы, кстати, нормальных дружеских отношений, раз у вас нет контур таких, он сходил, вот вы его обратно на квадратные метры приняли, у него какая-то своя там личная жизнь была, это, кстати, нормально, это даже по-взрослому, вы молодцы. Но, понимаете, вот это я его очень люблю, вот этого мужчину турецкого, так вы, любви пришел конец, надо вам менять любовника, потому что любовник эгоист, шантажист, ничего с собой не сделает, не переживайте, это просто линия шантажа к вам, он просто не хочет, чтобы у вас он был кто-то еще, кроме него. Но он забывает о том, что он сам живет со своей женой, это уже неправильно и нечестно, просто его позиция очень глупая. И вы ему, вот если бы вы его, скажем так, не боялись, вы ему можете прям так и сказать, дружок, ты с женой со своей живешь, спишь, ешь, хоть ты мне по ушам пытаешься есть, что с ней ничего, типа нет, вы живете в очень разном мире, это все фигня, скорее всего, все это у вас есть. Вот так же есть и у меня муж, ты либо можешь это принять, либо мы с тобой расстаемся. Муж пришел на квадратные метры, вот мне если доверяешь, вот я тебе говорю, зуб даю там, да, муж, у нас с ним никакой связи, короче говоря, личной нет. Все. Не веришь? До свидания, дверь открыта. Веришь? Продолжаем так, как было. Он просто вам пытается, скажем так, переориентировать ваши отношения из любовно-приятного времяпреповождения раз там в полгода, на типа семейное что-то, он на вас права никакого не имеет, он вам никто, не муж, он вам законный, у него своя жена есть, то есть жене свои ставь ультиматумы, правила всякие, вот и все. Вот что я вам скажу по этому поводу. Не бойтесь, чтобы с собой покосил бред какой-то. Он вами манипулирует, знаете почему? Потому что вы ведетесь на эту манипуляцию, вы мне письмо написали. Чего вы им дорожите? Если вы заинтересованы в любовных отношениях, несерьезных, без брака, и вам нужен именно иностранец, или вам нравятся там турки, в своей стране такого найти не можете, да поедьте, найдите или в интернете другого такого штурка. И все. Чего вы за этого вцепились? Не такой он супер-хороший, он на вас вон как влияет. Короче, у вас все разговор простой. Так, дружок, ты со своей женой, так что не вякай вообще, у тебя позиция самого вон какая, ты обнаглел. Ты еще и на меня дергаешься, еще и угрожаешь. Фарен так скажет, иди и вешайся, ради бога. Ничего он не сделает. Вот и все. Он может вам наврать, типа я пошел, повесился, вот смотри, у меня тут вот красные там, не знаю, потеки на шее, я тут душил себя. Ну театр одного актера. Просто обрубайте общение на неделю, на две, может потом появитесь, скажет, так, дружок, давай, я тебе предлагаю такое решение с событием. Все остается как было, ты мне доверяешь, вот я тебе говорю, что с мужем у меня ничего нет. Продолжаем так, как у нас с тобой было. Потому что ты со своей женой, ты в такой же позиции, так что мы на равных, давай, не выпендривайся. Если не хочешь так, ты мне не доверяешь, то мы расходимся, перестаем общаться, все. Ну только свои вот эти шантажи и истории про убийство оставь своей жене, истерички, например, которая у него, вот жена походу на это все ведется, поэтому у него манера поведения с вами такая же. Он пытается на вас влиять таким образом. У них в семье вот эта история идет. Они так с женой общаются, проблемы свои решают, скорее всего. Поэтому у вас такая история, только нового искать, либо с этим ультиматум ставить и дальше продолжить общаться. Другого вообще не надо вообще залазить. А что, может, у него с психикой проблема? Да, у него с психикой проблемы. Он вами пытается манипулировать, а вы ведетесь. Манипулируйте теми, кто реагирует. Не реагируйте. Так скажите, ой, убивать тебя пошел? Иди, тебе еще веревку дать с мылом тебе? Давай, давай, шуруй, убивай себя. И перестать вообще с ним общаться, уйти из контакта, связи. И ехать в отпуск и искать себе другого. Или где в интернете, где его там находили, в отеле вы знакомились. Короче говоря, человек себя исчерпал. У вас какая задача? Я боюсь серьезных отношений, вы мне там писали, да? Мне не нужны они. Я хочу легких, любовных отношений. Вот легкие любовные с ним закончились. Он себе показал. Он манипулятор. И плюс он собственник. Вам пришло время искать новые легкие отношения. Вот и все. Девочки, пишите комментарии под видео. Жду ваших историй, комментарии. Почта у меня в инфобоксе всегда под видео. И в информации о моем канале. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока.